всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня будем выпекать очень вкусные кексы зебра на сметане готовятся быстро просто легко не нужно взбивать миксером все перемешиваем с помощью венчика рецепт замечательной он будет для вас как палочка-выручалочка за 20 минут вы приготовите пышные и ароматные кексы смотрите видео и готовьте вместе со мной а также сегодня будет мастер-класс по украшению кексов насадкой французская звездочка нам нужно будет приготовить два вида теста белые и шоколадные ингредиенты очень просты я их разделила значит для белого теста нам понадобится одно яйцо 100 граммов сахара 100 граммов сметаны я брала жирностью 20 процентов пол чайной ложки соды и 70 граммов муки для шоколадного теста будем использовать одно яйцо 100 граммов сахара 100 граммов сметаны жирностью 20 процентов пол чайной ложки соды полторы столовой ложки какао и 50 граммов муки первым делом мы добавляем соду сметану чтобы ее погасить и оставляем на 5 минут готовятся эти кексы очень быстро и просто не используя при этом миксер все замешивать будем вручную а получаются нежными и красивыми с двумя видами теста это будет очень вкусно на 5 минут оставляем нашу сметану чтобы сода хорошо погасилась готовим белое тесто она готовится очень просто с помощью венчика мы перемешиваем сахар с одним яйцом добавляем сюда сметану она стала пушистой сода начала реагировать хорошо все размешиваем по желанию можно добавить ванильный сахар и осталось добавить муку отмерили 70 граммов муки просеяли через сито и размешали белое тесто наше готово оно не должно быть густым таким жидким поверьте оно будет очень нежное первое тесто готово займемся теперь вторым берем вторую миску я снова выливаю сюда яйцо сахар перемешиваем добавляем сметану еще раз все хорошо размешали теперь добавляем муку с какао это у нас будет шоколадное тесто просеиваем через сито все перемешали два теста готовы смотрите вот это шоколадное тоже как и белое льющиеся тесто вот и белое наше осталось заполнить форму тестом подготовили формы силиконовые для кексов теперь смотрите что мы делаем вот я две формочки здесь поближе сначала наливаю белое тесто оно жидкое поэтому нужно не спешить чтобы все было аккуратно налили теперь добавляю шоколадное тесто сюда же как мы делаем турт зебру все то же самое только маленькая порция я как только начинаю замешивать тесто на кекс я сразу же включаю духовку так как кексы мы ставим горячую духовку обязательно об этом не нужно забывать и так заполняем все формы не переживайте что тесто жидкое с него получается очень хорошая мягкая и пышная выпечка у меня получилось 10 кексов ставим их в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень кексы выпекались 25 минут их главное не пересушить они будут мягкими и влажненькими внутри кексы получаются рыхленькими такими вот когда надавливаешь они очень и очень мягкие только вот одна особенность когда доставать их с формочек они легко достаются но только ножом вот проведите слегка по формочке и потом по краю и потом доставайте кекс вот все хорошо отходит смотрите какая рыхлая у них структура очень мягкие вот то о чем я вам говорила готовятся быстро получается пышными мягкими и главное не сухими вот это влажная серединка их можно кушать даже без крема за счет того что я сделала два вида теста вкус будет насыщенным вот смотрите какие красивые кексы сегодня мы будем украшать кексы кремом с помощью одной насадки французская звездочка диаметре она 8 миллиметров я покажу как с помощью этой одной насадки делать несколько красивых узоров первое украшение кекса смотрите берем насадочку выдавливаем крем и тянем выдавливаем и протягиваем ничего сложного просто выдавливаем крем и протягиваем окрасила белково-заварной крем я гелевым красителем амориколор оранжевый цвет это первый кекс мы украсили второй вариант украшения смотрите очень просто делаем галочку такой раз два в одном направлении и последнее можно украсить и так сверху можно украсить сахарной бусинкой теперь следующее украшение смотрите я окрасила крем фиолетовый цвет торговой марки украса это гелевый краситель теперь будем следующее делать украшение значит и вот так вот туда сюда протянули туда сюда протянули красивый вот такой рисунок получается волнами и теперь снова тоже очень интересно получается сверху можно или бусинку или снова же сделать вот также можно вот сделать еще такое украшение делать маленькие лепесточки по кругу так более аккуратнее получается у нас рисуночек вы как бы ракушку делаете такую отсаживаете вперед можно сделать одним цветом а можно сделать двухцветную как я сейчас теперь берем оранжевый цвет контраст такой делаем очень красиво получается ярко и посередине фиолетовую сделаем и такое же украшение мы сделали только наоборот очень празднично и не сложно следующий вариант я вам предлагаю очень простую то есть смотрите вы просто делаете вот такие завитушки а как у меня получился такой крем я сейчас вам объясняю значит я взяла в этот кондитерский мешок где у меня был крем с оранжевым красителем добавила крем который я окрасила в зеленый цвет зеленое яблоко торговой марки украса вот такое простое украшение он достаточно оригинальное интересное можно украсить и так кексы еще один способ значит мы берем делаем такие полукруги завиточки вот такое интересное украшение и вот еще одно самое простое вы просто берете насадочку вот так держите ее по отношению к кексику и делаете зигзаги один круг сделали идете на второй второй круг сделали идете на третий вот так для себя вы конечно выбираете самый лучший способ который вам понравился который показался вам возможно самым красивым самым легким то есть выбираете то что вам по душе мне больше нравится делать вот такие разноцветные цветочки и празднично и красиво и совсем не сложно и конечно же хочу вам показать какие кексы в разломе поверьте они очень нежные и мягкие по структуре видно приготовить их совсем не сложно но они насколько вкусные вы себе этого даже представить не можете смотрите какая у них структура мягенькие мягенькие их можно просто полить глазурью и кушать так они очень вкусные добавить изюм или любые орешки которые вы любите в общем думайте сами единственное правило которые я вам уже неоднократно повторяла их нужно не пересушить они будут влажными внутри и очень нежными вот такие красивые и очень вкусные кексы зебра на сметане у меня получились надеюсь вам понравилось видео и вы с радостью приготовите эти замечательные и ароматные кексы для своей семьи подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока